Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передачи «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Закончился зимний цикл праздников, мы закончили святки, отслужили уже божественную литургию, посвященную празднику Крещения, но в православной церкви удивительным образом обстоит дело со временем. Праздник-то прошел, но мы 7 дней после него еще его празднуем. Это так называемое отдание по празднству, вернее, прошу прощения, по празднству праздника Крещения Господня. Поэтому в течение 7 дней мы можем еще и еще говорить и напоминать о содержании, о богословском значении данного праздника. Сегодня вновь в нашей студии гость, ректор Самарской духовной семинарии, отец Максим Кокарев. Здравствуйте, батюшка! Добрый день, дорогие телезрители! Мы еще на Рождество, когда встречались первый раз, договорились, что об этих зимних праздниках, об этом цикле, мы постараемся поговорить именно с богослужебной точки зрения, с точки зрения того, как организовано богослужение, какие чтения предлагает церковь для прочтения и размышления над ними верующим людям, и договорились, что мы будем читать по ремии. По ремии еще раз, может быть, для тех, кто сегодня нас смотрит впервые, поясним, что это отрывки, конкретно это слово переводится как притча, потому что в первое время в основном отрывки эти были из книги притч, но потом закрепилось в целом, потому что в этих ветхозаветных отрывках есть некая аллегория, метафора того события, которое христиане празднуют вот конкретно во время богослужения. Так вот, эти отрывки мы читаем и через них пытаемся раскрыть, сделать таким более выпуклым содержание христианского праздника, празднуемого ныне. Давайте приступим, может быть, вот к паремии. Их больше, чем на Рождество, и понятно, у нас, опять же, мы ограничены во времени, может быть, не все мы сможем разобрать, но, по крайней мере, коснуться, может быть, удастся всех, а особые фрагменты выделить. Ну, во-первых, надо сказать два слова про структуру богослужения еще. Я думаю, что наши телезрители, кто живет, так сказать, жизнью литургической, посещать не может не заметить того факта, что богослужение Рождества и крещение очень похожи, даже структурно. То есть, там, сочельник, да, даже на уровне слов. И служба сочельника построена одинаково. То есть, так называемые царские или великие часы совершаются, да, то есть службы очень такие интересные. Все ночные бдения устроены одинаково. Цена состоит всего три раза в году такое, да, из великого повечеря и утренней, а не из вечерней. Вот, и так далее, и так далее. Ну, то есть, вообще, в принципе, такое ощущение, что структурно некая схема, да, по которой построено, значит, богослужение, крещение и Рождество одинаково. И это действительно так. И это не случайно, потому что, напомним, как-то об этом, по-моему, давно уже об этом говорили, в древности это был один праздник в третьем веке, кстати, с чтением там тоже. Поэтому первое чтение то же самое, что и на Рождество. Наверное, это не случайно, это в каком-то смысле, наверное, отголосок того, что было одно богослужение. В третьем веке этот праздник появляется и называется Теофание, Богоявление. И в нем сразу праздновали оба события, что самое интересное, то есть нам удивительно, но у церкви такое достаточно гибкое литургическое сознание. Мы в один день можем праздновать Рождество и Крещение. Сейчас бы в голову никого не пришло, что в один день можно праздновать и Рождество и Крещение, и еще и там чудо в Кане Галилейской праздновалось. Потому что и то, и другое, и третье, это все этапы раскрытия как бы именно Богоявления. Бог приходит как младенец, Бог является в 30 лет как троица уже на Иордане, где голос Отца, Дух в виде голубя. Ну и впервые Христос, когда самое первое чудо творит, это тоже его проявление, да, уже не как обычное. Чудо в Кане Галилейской, которое вообще, казалось бы, никак не связано, ни с крещением, ни с Рождеством. Ну, и заканчивается вот этот вот отрывочек, который читается на Венчании, да, что и уверовали в него ученики его. Да. Что в этот момент как раз явилась божественная сила и природа. Да, до этого ничем, ну, вот, да, кроме, может быть, еще в 12 лет проявленной мудрости особой, но никакими, так сказать, чудесами, да, да, его проповедь не была подтверждена. И в IV веке, через 100 почти лет после появления, этот праздник разделяется. То есть сначала на Западе, при Папе Юлии, где-то в 354 году, в 52-54, и постепенно на Востоке позже, на Востоке еще в V веке, еще там Иоанн Кассиан Римлян в V веке, в I, III-V веке писал, что в Египте, а он там жил, наблюдал монашескую жизнь, в Египте в один день все празднует Рождество и Крещеншин в V веке. То есть на самом деле долгий процесс. И в Иерусалиме тоже до V века в один день все празднует. Это тоже по ряду свидетельств. Потому что Этери в конце IV века пишет, сам в конце IV путешественница, поломница пишет, что на праздник Богоявления идет крестный ход в Вифлеем. То есть мы понимаем, что вообще-то это про Рождество, да. То есть раз в Вифлеем. А праздник назывался Богоявление, был он один. Так вот, где-то к V веку окончательно на всем Востоке эти два праздника разделяются, но они даже технически уходят недалеко друг от друга. Потому что первоначально единое Богоявление было вот январским праздником, и в IV веке Рождество переносится на 25 декабря. То есть между ними относительно небольшой период, и он весь становится каким-то таким, знаете, во времени протяженным единым праздником. Это, если хотите, один большой праздник святки. Туда внутрь у нас и обрезание, о котором мы в прошлый раз говорили, да, в преддверии его встречается. Это один такой святочный цикл. И когда мы смотрим, значит, богослужения, мы видим, что структура одинаковая. И вот вы сказали, что премии очень много на Рождество, восемь, а на Крещение даже тринадцать. То есть больше только в Великую Субботу, там пятнадцать перед Пасхой. Ну, это вообще необъятное. Часто иногда, ну, по крайней мере, меня неоднократно люди спрашивали, а зачем столько много и почему так? Это же не может быть случайно. Мы просто решили собрать все тексты, которые как-то соотносятся с этим. Может, было и больше собрать. Вот. На самом деле тоже очень интересная традиция. Даже когда это был еще единый праздник, и потом, когда он разделился, накануне этого праздника, как раз в Сочернике, совершалось массовое крещение. То есть это мы сейчас привыкли, что крестят каждый божий день практически. В древности нет. Мы знаем, что оглашенные, о которых мы говорили, готовящиеся к крещению, проходили длительный период подготовки и крестили их в какой-то, ну, во-первых, торжественно, во время богослужения, и вот как-то всех вместе. Это было такое общецерковное деяние. И происходило это все как раз вот на литургии. Поэтому вот эти три литургии, Сочельник Рождественский и Крещенский, Великая Суббота, преддверие Пасхи, это же абсолютно практически одинаковая служба по схеме. И очень центральное место, они заметили вот это огромное количество премий. То есть литургисты говорят, что именно в это время, пока верные, те, кто уже крещеные, ожидали тех, кто из Баптистерии придет, кого там сейчас в купель, собственно, опускают, они назидались чтением, ну, не в тишине, не в молчании, не вскучали, они назидались чтением премий. И, кстати, древняя практика могла даже допускать такой люфт, что если крещения в этот день вдруг нет, ну, маленькая община или маленький релок, ну, в этот сочельник нету крестящихся, да, то можно было читать первые три. То есть можно было не все читать премий. Вот, ну, сейчас мы читаем все, тем более, что нам это очень полезно, читаем и ветхий завет крайне редко. Поэтому сейчас ни в коем случае не надо руководствовать этой древней практикой, да, убирать. Хотя мы редко крестим, собственно, в эти дни сейчас крещение или другие, это что-то такое, скорее, экзотическое. Так вот, если говорить о содержании текстов, то первое премия, казалось бы, может показаться, что надо здесь только потому, что когда это был один праздник, богослужение, так сказать, да, разделилось, а первое премия – это начало книги Бытия. То есть от «вначале створил Бог небо и землю» до третьего дня. Но я думаю, что здесь не только потому, что это был единый праздник. Главная тема всех, если главная тема всех премий Рождества – это приход Бога Младенца, приход Мессии вообще в этот мир, и там все крутится вокруг этого, начиная от… И там один и тот же отрывок, там он играет роль вот такого отсылки к первому творению, где Христос же творит слово, да, а потом Христос, воплощаясь, новое творение созидает. А все остальные тексты там вокруг как раз уже приходят в уме, там пророчество вот о Деве, пророчество о месте и так далее, то здесь все тексты мы должны предположить будем, да, если мы там могли бы даже не зная литургической традиции догадаться, что там будет много текстов из Исаии, здесь мы могли бы, наверное, предположить, что будет значительное количество текстов, связанных с водой, с водной стихией. В народно-православном сознании это едва ли не единственная тема этого праздника, потому что битва в очереди на крещение бидончиками за святой водой в очереди – это русский народный спорт такой в последнее время. Но тема воды подается не так, как, может быть, хотелось бы нашему народно-православному сознанию, но тема воды здесь есть, потому что и очень часто это такая, не всегда реальная вода, в смысле символическая, поскольку под излиянием воды, под источниками воды, к которым настойчиво требует нас, зовет нас прийти тот же Исаия в этих премиях, ну, вообще-то имеется в виду не физическая вода. В этом никакой, ни чуда никакого нет, в водах достаточно много, источников воды. Если он какой-то особенный в воде постоянно и настойчиво зовет «Придите», да, так сказать, и как-то связывает это с благословением, то речь идет, конечно, о символическом значении воды, о воде как о благодати Божией, да, и, ну, то, что дает жизнь, причем если физическая вода поддерживает в нас жизнь физическую, без нее мы не можем долго, то есть человек там совсем немного может без воды, то тем паче благодать Божия это то, что, да, согласно этим текстам, поддерживает в нас жизнь духа, не жизнь плоти. Поэтому здесь вода, практически все тексты крещения, и некоторые иногда даже, может показаться там, что они просто механически собраны, все, что проводится. Но на самом деле не все, гораздо больше есть текстов, связанных с водой в описании, отобраны именно эти тринадцать. И поэтому первая по риме, она здесь не в том смысле, один и тот же текст, но здесь он скорее с другим акцентом, потому что здесь вода, как в первой главе книги «Бытия», в первой самой главе, в первых стихах, здесь вода выступает, как вот эта колыбель жизни. Потому что в первых же стихах читаем, что земля была вся еще не устроена, вот этот хаос первозданный, и дух Божий носился над водой. То есть вот он... И здесь еще скорее такие... Ну, вода вызывает такие коннотации. С одной стороны, понятно, что это источник жизни, из нее потом все происходит, потом выделяется отдельно суша, отдельно и так далее, потом, собственно говоря, из нее происходит жизнь, как наука говорит. Но это еще такая хаотическая стихия достаточно. И у воды-то вообще действительно не только положительные коннотации в Священном Писании. С одной стороны, да, их, наверное, больше положительных. Вода – это то, что дает жизнь, вода – это то, что без чего все сохнет, так сказать, умирает. Но с другой стороны, вода, особенно в нашем искаженном, уже немножко падшем мире, благодаря человеку, вода может нести опасность. Вода – это стихия такая. Достаточно потоп вспомнить. Конечно, Паремия про потоп не читается. Я поэтому и сказал, что не все сюжеты, связанные с водой, вошли в Паремии Крещения. Но, однако, вторая Паремия очевидно нам показывает двойственность водной стихии. Первая – это Паремия, это Паремия из книги «Бытия», где вот Дух Божий носился над водой, из которой потом происходит весь остальной мир. А вторая Паремия – это Паремия из книги «Исход». И там, вроде бы, с одной стороны, есть радость спасения. Но это Паремия, напомню, Паремия про переход евреев через Красное море, когда они избегали египетского рабства, от неминуемой смерти, действительно, такое спасение. И, с одной стороны, всегда, вот всей христианской экзегезы подчеркивал, что все, что связано с Ветхозаветной Пасхой, с Ветхозаветным, значит, вот этим вот исходом, да, это является прообразом Пасхи Новозаветной. Ну, там все достаточно, прям, вот, некоторые вещи, прям, предельно расписаны. Там спасение, и здесь спасение. Там спасение, правда, одного народа, здесь всего человечества. Там от конкретного рабства в конкретной земле, то есть от Египта, здесь мы говорим о спасении, более глобальном спасении от рабства греху, да. Поэтому Египет вообще для вот этой символической системы толкающей Египет, что Вавилон, это два таких равнозначных практически, да, момента, это вот символы рабства, что было египское, было вавилонское, потом пленение. И, и тоже, там Моисей выводит один народ, здесь Христос выводит все народы. То есть, действительно, и Петр потом фактически об этом говорит, что вот в христианском понимании Христос это не только новый Адам, он еще и новый Моисей, поскольку новый законодатель. Он углубляет, он на совершенно новой ступени закона отменяет что-то там, ветхое и так далее. И так вот, это кроме всего прочего, что и там спасение, здесь спасение, да, и там, здесь Моисей, здесь Христос. И в том и другом случае спасение происходит через воду. Больше интересно. То есть, в крещении, мы понимаем, что войти в царство Христово, стать верным, да, но без водного крещения, никак. И там тоже через, понятно, что для евреев, прошедших через воду, это спасение. Но для тех воинов-фараона, которые остались на дне, значит, мертвого, этого Красного моря, я боюсь, что от этого не легче, от того, что, так сказать, для конкретного юридического народа это было спасение. В смысле, что там речь идет о том, что потопились воинства все эти колесницы и прочее. То есть, эта стихия достаточно такая, для одних, да, то есть, здесь вода выступает как такую, с одной стороны, как спасительная такая стихия для верных, ну и вообще, как, в принципе, орудие Божие. То есть, вот для других оно вот оказывается в таким потопом, такого локального масштаба. На самом деле, это двойственная какая-то такая здесь в данном случае история. практически во всех остальных случаях, я сейчас уже у нас не очень выглядели, наверное, так кратко, я подробно пересказать все не буду, это премии, которые связаны, да, с водой, которая дает все-таки жизнь. Там есть еще одна премия, которая практически за исключением воинства фараонов аналогична исходу, где евреи переходят только на сей раз Иордан, и где он тоже чудесным образом так же встает, его, так сказать, нижняя часть сливается в соленое море, верхний чудесным образом ждет, пока евреи перейдут, причем переходят они за счет того, что священники с ковчегом завета стоят на дне и ждут, пока весь народ, там же кочевается эта миграционная история, пока они все перейдут, то, что ковчег завета, главная святыня народа, его держат священники на дне, и потом, когда они уходят, то Иордан восстанавливает обычное течение. То есть это тоже прохождение. Это очень похоже на то, что было чуть раньше с Моисеем, такое прохождение через воду. Кроме этого, еще большое, значит, число связанных с водой моментов этих премиях, с тем, именно как вода, это тоже очень важно. То есть здесь мы относимся к такому христианскому, поймите меня правильно, материализму, что Господь действует через материю. Причем ему это не обязательно. То есть в принципе Господь все может, например, в том числе и исцеление. Мы, однако, используем какие-то материальные вещи, освещенное масло, освещенную воду. Мы так можем попросить об исцелении? Зачем тогда таинство собора? Или зачем освещенная вода во здравии? То есть, видимо, человек так устроен, что он из тела и духа, не только из духа. И действительно нам какие-то вещи вполне себе через материальные субстанции. Мы в любом таинстве, у нас здесь материальная сторона таинства. Практически. И вот здесь вода по-разному выступает, причем действительно по-разному, как то, через что Бог дает свое благословение или волю свою как-то изъявляет. Ну, например, или, собственно говоря, опять-таки спасает водой, дает жизнь, когда, значит, нескольких похожих по ремии, когда Моисей исцеляет горькую воду в мире, вложением туда древа, на которую указал Господь. Это прообраз креста еще. Это вообще к другому празднику у нас относится. Кстати, и это по ремии читается в празднике креста. То есть, отрывок может читаться не только. То есть, вот про то, как Моисей вложил часть древа в источник, он из горького стал пригодным для питья, это же прямее читается насчет, по-моему, воздвижения накануне. То есть, как бы, потому что здесь древо выступает по раму с креста, да, исцеления. Но здесь, здесь, здесь важнее, наверное, стихии воды в данном случае. Или исцеляет тоже источник непригодный для питья Елисей. Пророк Елисей влагает только соль. Это тоже категория соли. Чувствуется, что совсем новозаветная соль земли, да. Он влагает, и источник в Иерихоне, речь делал, происходит в Иерихоне. То есть, и вода тоже дает жизнь, иначе там все гибли, там болели, гибли, то есть, вода была очень такой дурной, некачественной, там дети болели. Вот. И вода действительно выступает как вот символ, в чем, собственно говоря, и было крещение Иоаннова для остальных. Ну, для Христа, для безгрешного, это было скорее, мы говорили, был характер солидарности некой, и общности пути человеческого. А вот для других, тех, кто реально от грехов пытался символически омыться, исповедуя грехи, это омовение. Поэтому видим, в том числе, и связанные с омовением отрывки. Опять, тот же Елисей, к нему приходят сирийские вельможи, Нейман, больной проказой, и боится даже войти в его, так сказать, шатер, потому что знает, что не хочет нарушать всех традиций, нельзя с прокаженным общаться. Елисей к нему даже не выходит. Уж какая вода, как не вода реки Ордан, фигурирует в этих паримиях едва ли не чаще всего. То есть через Ордан переходит, значит, Иисус Новин, через Ордан, в Ордане омывается Нейман, сириец, к Ордану подходит в одной из паримих Иаков, возвращающийся со стадами к Исаву. Это вот вообще одна из самых интересных паримий, там с водой ничего не происходит. Там он просто размышляет о том, кстати, я интересно недавно прочитал, так сказать, попытку осуществить эту паримию. Там он просто Исава или нет. У него же была ссора, тот у него первородство как бы не совсем честно отняло. И вот он вспоминает, как он когда-то, убегая от Исава, с одним посохом переходил этот Ордан. А сейчас возвращается. У него там стадо из четырех, каких-то сотен голов, он разделяет даже на два стана, чтобы если Исав одних разобьет, чтобы другие спаслись. У него много всего. И такое размышление о том, что он голушом почти с одним посохом переходил Ордан, и он к нему вернулся, к тому Ордану. Это у кого-то из святых отцов есть размышления. Нам, конечно, очень это. Вот это аллегория такая, совсем высокий полет мысли. А мы, возвращаясь к той купели, через которую мы пришли, через купель крещения, через какое-то время, с какими стадами подойдем? В том смысле, что с чем? Мы как бы без ничего, а потом-то мы что-то должны жить как-то. И потом, мы возвращаясь к этой купели, стоим порой на пару и купель думаем, сохранили ли мы обеты крещения? То, что мы часто спрашиваем, в том числе и то, в чем исповедуемся часто, что не сохранили то, с чем входили в эту купель и то, что обещали. И вот размышляющий на берегу Иордана задумчивый Иаков, вспоминая, как он, с чем он ушел, с чем он пришел назад. Он тут 20 лет отсутствовал. И вот за эти 20 лет у него уже ничего спустят. Тоже вода, как некая рубеж. Купель, как некая. Вот. Поэтому вода выступает в этих премиях очень по-разному. А иногда, действительно, как такое мощное, яркое, грозное подтверждение свидетельства Божия. Еще одна категория, да, то есть если последняя, наверное, это подтверждение его слов и действия его праведников. Это, с одной стороны, Илья, который спорит с жрецами Ваала, помните, самое такое место, и они там сколько-то часов подряд, значит, до хрепоты пляшут, взывают к Ваалу, чтобы он послал нерукотворный огонь с неба на их жат, но ничего не происходит. На что Илья, чтобы усугубить эффект, призывает огромное количество воды, они там носят, там просто море, там сказано именно море, создают, то есть огромный водоем, ров, заливают всю водой, и настолько мощный был тот огонь, который сошел по молитве Ильи, что там вода вся испарилась, то есть все вместе с камнями, с жертвенником, то есть просто сложно себе представить, но физики, наверное, призадумались, что это за явление, как выжили еще вокруг люди, еще недалеко стоявшие, по идее, там всех должно было зацепить, видимо, это сверхъестественное явление, или, например, из книги Судей напряженный момент, еще один из израильской истории, где предстоит битва, Гедеон молится просявого бога знака, и знак тоже передается через что? Через воду, потому что два раза сначала чудесным образом вокруг была вода, руно, то есть шкур, шерсть, овечья была сухая, и второй раз наоборот, роса выпала так точечно, что вокруг была абсолютно суха, а вода была только на руне, то есть это как раз показывает, что вода, ну, мягко говоря, неоднократно, никакая другая стихия не использовалась, если хотите, Богом, для некой вот трансляции воли своей, как исполнитель воли. Но в то же время мне бы хотелось уже заканчивать нашу передачу на сегодня, сакцентировать внимание, все-таки мы, не знаю, когда же мы уже это прекратим делать, но, видимо, это какое-то очень трудно иждеваемое из человека язычество со стремлением обожествить именно действительно саму по себе воду, воспринять ее не как метафору, воспринять ее не как некий символ, и действительно просто некий знак, а вот действительно обожествительно начинать сужать Господа Бога до уровня священной воды, вот, драться у этих колодцев с водой, стремиться унести там 30-20 литровые какие-нибудь баклахи, и на этом все. Вот мне бы хотелось заканчивать нашу передачу на сегодня. Но об этом приеме Исаи, как раз, что те источники это неестественные воды, мы как бы другим источником. Да, хотелось бы пожелать, чтобы мы черпали именно благодать, вот, не физическую воду, а именно воду благодати, живой благодати Божией. И чтобы действительно для нас содержание этого праздника, вот, очень мне понравилось толкование святых отцов про реку Иакова, чтобы, может быть, в этот день нам в первую очередь стоило бы подойти незримо вернуться к той самой, да, крещенской купели, некогда мы прошли и кое-что Богу пообещали. Неплохо бы этих обещаний держаться и их исполнять. Отец Максим, спасибо огромное за содержательный разговор, вас еще раз с праздником. Всех. И всех нас, да. Храни всех вас Господь, дорогие братья и сестры, спасибо, что были с нами, еще и еще раз всех вас с праздником крещения. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова